Сколько на тополе шариков цветных подсчитывают тулики? Больше трехсот отвечают в Тулу-Горсвете. Голографические шары из колонны на деревьях в сквере около Тулу-Машзавода появились за день. Их подключили к городской линии электропередач. И ровно в 16.49 вместе с фонарями шары загорелись всеми цветами радуги. В Туле подобное украшение появилось впервые. Пример взяли с Подмосковья. Развешивать такие шары просто. Электричество нужно мало, для деревьев безопасны. Сложнее с другими украшениями. Одни гирлянды опутали Тулу 80-километровой паутины. С деревьев их не снимали с прошлой осени. Тяжело вешать обратно. Только проверили лампочки. Приступили в октябре. Выяснилось, исправно меньше четверти. Очень много было повреждено, особенно деревьев. То есть где-то порядка 80% от общего количества деревьев, которые в нашем прошлом году были наряжены. Просто вот вандалы порезали, не украли ничего, просто порезано. Пришлось все это восстанавливать. Вот снежинки восстанавливали. В общем, количество у нас 1204 штуки. Снежинки, звезды и шары по всему городу. Каждый год концепцию новогодних украшений разрабатывает городская администрация. В этот раз основным цветом решили сделать белый. Пока его нет лишь на главной городской елке. На площади Ленина ее откроют 27 декабря, ровно в 6 часов вечера. Обещают лунопарк, зимний кинотеатр и впервые в этом году полевую кухню. Мы вот День народного единства провели и изюминкой, скажем так, гуляния и все остальное прочее. Это было не выступление губернатора там на морозе, а вот именно горячая каша, какие-то точки общепита, выпечки какие-то наши. Полностью новогодняя Тула должна засверкать 1 декабря. Пока сотрудники Тулы Горсвета успевают. Готовятся к Новому году и в областном правительстве. Минкульт разрабатывает праздничную программу для областной столицы и районов. До 10 декабря свои предложения внесут муниципалитеты. После афиша появится на портале правительства. До 20-го ее будут дорабатывать, чтобы пожелания властям смогли передать и жители. Анна Степанова, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.